Во всех районах республики кипит уборочная страда. Уже намолочено около 33 тысяч тонн зерна. В целом по региону среднесуточный обмолот превышает 4000 гектаров. На полях Чувашии задействованы 274 комбайна. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев посетил Канажский район и ознакомился там с уборочными работами. В агрофирме «Пионер» увеличили посевную площадь почти в 6,5 раз по сравнению с прошлым годом. Предприятие делает ставку на зерновые и зернобобовые культуры. За два года освоило полторы тысячи гектаров залежных земель. А всего у нас, как говорят в банке земель, 2200 гектаров. Расположено в Канажском районе, в Ибресинском. В этом году мы посеяли на площади 1850 гектаров. Из них озимы около 500 гектаров. 730 гектаров – это техническая культура. Это рапс, горчица, редька маслячная, вика, донник, гороха у нас очень много, 290 гектаров. В Канажском районе реализуются 6 инвестиционных проектов. Так, в агрофирме по этому направлению построены зерноочистительные и зерносушильные комплексы на 20 тонн сушки. Два зернохранилища. В планах у аграриев получить лицензию на семеноводство. Для этого на предприятии есть все условия. Склады для хранения зерна, минеральных удобрений, современная техника, своя заправочная станция. В этом году урожайность значительно выше, чем в прошлом. Ожидается не меньше 45 центнеров с гектара. Намолоченное зерно без потерь поступает на зерноток. На совещании с активом Канажского района глава Чуваши отметил, что с таких предприятий, как «Пионер», нужно брать пример. Сельское хозяйство – это практически нормальный, хороший бизнес. Бизнес, я могу сказать, кто правильно работает, соблюдает технологию, сокращает и рачительно подходит к расходам, ведя финансово-хозяйственную деятельность, конечно, у них результаты хорошие. Это во-первых. Во-вторых, для молодых людей появляется возможность работать соответственно и добиваться соответствующих результатов. И в-третьих, кроме того, что развивает сельское хозяйство, он один из таких мощных, серьезных благотворителей своей, как бы сказать, родной деревни, можно сказать. Только вот мне сказал он, почти 20 миллионов рублей своих заработанных денег вложил в свою родную школу, где учился. В Канажском районе рост собственных доходов составил 9,5%. При этом сбор налогов на душу населения – самый низкий в республике. Необходимо бороться с серой занятостью, подчеркнул глава Чувашии. Среднемесячная заработная плата выросла на 17%. По этому показателю район занимает третье место среди всех остальных. Обсудили на совещании предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Вопрос неоднозначный, но необходимый. Сегодня есть четкое понимание, имея те ресурсы, которые есть у нашего государства, мы еще можем легко прожить 6 лет, то есть сохраняя пенсионный возраст. А что произойдет через 6 лет, было уже озвучено. За последние 5 лет только в нашей республике на 23 тысячи увеличилось количество пенсионеров. Сегодня в республике в нашей 370 тысяч. Это почти одна треть населения Чувашии. И сегодня правильно было сказано пропорция людей пенсионного возраста и трудоспособного 1 к 8. Но мы еще должны понимать, что эти 1,8 – это не все те, кто делает отчисления в пенсионный фонд. Конечно, изменения невозможны без создания ряда условий. И это обсуждаемый вопрос. Подводя итоги совещания, глава Чуваши отметил, правительство выполняет социальные обязательства перед жителями Канашского района. Так, на выплату субсидий за жилищно-коммунальные услуги предусмотрено 43 миллиона рублей. 88 миллионов будет направлено на поддержку семей с детьми. Обеспечивается охрана общественного порядка. Как результат, сохраняется стабильная обстановка. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.